Ну, это люди одержимые, да, обладающие какой-то сверхценной идеей и целью преследовать свою жертву. Зачастую они, скорее всего, обладают определенными чертами характера, да, или определенным типажом личности, акцентуацией личности, может быть, уже категории расстройства личности, которые заставляют их, да, заставляют в кавычках, толкают их вот на такое безрассудное, страшное, опасное поведение, где они могут нанести невероятный урон окружающим. Целенаправленно это делая. Сложно сказать, почему, потому что, в принципе, если мы говорим в поведении, да, там, нормальном, то, как таковое, вот такая целенаправленная зацепка за жертву, за человека, она для нормального поведения в человеком обществе не характерна, да, то есть если мы говорим про людей, которые склонны к сталкингу, скорее всего, как раз таки люди с, как модно сейчас говорить, абьюзивными какими-то наклонностями. Это люди, может быть, с психопатичными, да, чертами характера или социопатичными чертами характера или нарциссическими, как сейчас очень тоже популярно, ну, в обществе делать на это упор. То есть если разделять так, да, то есть люди, которые склонны к такому поведению, они могут подразделяться, да, на какой-то тот или иной тип личности, у которого в поведении характерно преследование своей жертвы, с ее, ну, буквально с немождением ее до какого-то состояния. Если говорить, может ли это быть, если человек, в принципе, склонен к такому поведению, да, если он, вы никогда не можете рассказать, насколько он безопасен, потому что все зависит от ситуации. Это может развернуться до такой степени, что принести огромный риск и огромный вред непоправимый для человека, который, которого он преследует. Оба варианта могут быть, потому что, если мы говорим, это может быть травма, да, то есть любое поведение человека формируется из его жизненного опыта. Если мы берем какой-то отклоняющийся от нормы поведения, да, в детском возрасте человек мог сталкиваться с отверженностью или он мог сталкиваться с каким-то, в принципе, насильственно-психотравнирующим фактором, ну, знаете, это такой базис, который может повлиять на любого человека в любой формат поведения, и как сталкеринг с одной стороны, и как в поведении жертвы с другой стороны. Если мы говорим про категорию расстройств личности, ну, мы сейчас не говорим, что у человека есть расстройство личности, да, или этого расстройства нет, но именно вот теми чертами, которые обладают такие пациенты, у нас есть расстройство личности, да, у нас есть для этого акцентуированность и есть характер. И вот грань акцентуации расстройства, она довольно-таки, как сказать, тонкая, потому что, что такое акцентуация, я, наверное, объясню. Акцентуация характера – это тогда, когда определенные черты вашего характера превалируют над другими чертами, и, соответственно, это формирует ваше поведение. Второй момент расстройства личности – это в тот случай, когда уже ваше поведение настолько сильно влияет на ваше, точнее, ваш характер настолько сильно влияет на ваше поведение, на ваши взаимоотношения с окружающим миром, что человек уже становится, ну, грубо говоря, он в эту картинку мира нормально не встраивается, он не может строить нормальные отношения, ни трудовые, ни социальные, он не может выполнять те или иные задачи, то есть это настолько сильно дезорганизует его жизнь. И вот если мы говорим про это, то, конечно, основные факторы, которые влияют – это родители, то есть поведение родителей, гипоопекаемое или гиперопекаемое поведение. Второй момент – это генетические предрасположенности самого человека, потому что у этого, да, есть и какой-то такой базис. Третий момент – это наличие просто физических травм головы на протяжении… вот здесь, наверное, здесь надо сделать упор, потому что люди, которые получают какие-то постоянно хронические, либо даже однократные травмы головного мозга могут тоже впоследствии измениться в характере и в поведении, которое будет склонно к агрессии, импульсивности, насилию, ну и, соответственно, из этого получения, да, там, вот такого вот проявления, как сталкеринг и преследование. В принципе, вот само по себе понимание сталкинг – это что? Это желание непреодолимое, бескритичное желание обладать или, ну, как погрузиться полностью, да, в свою жертву до такой степени, что это может размыть все границы, что это не связано с пониманием любви, то есть я настолько люблю этого человека, что очень хочу, да, там, с ним контактировать и находиться. Это именно про нездоровое поведение отношения, которое говорит про свою собственную личную травму, желание обладать. Очень много на этот счет, наверное, вы знаете, в мире существуют и литературы, и когда-то это называлось синдром Адели, да, если вы смотрели современные, ну, в последнее время, последних годов, какое-то кино, да, Олененок. В общем, на эту тему литературы довольно много. Почему? Потому что это явление очень, с одной стороны, кем-то романтизируется, это приравнивается к проявлению любви, да, но это не имеет ничего общего с понятием какого-то теплого чувства к человеку, это как форма насилия над ним, проявление именно своего абьюзивного поведения. Вот хочу преследовать, хочу быть этим, как сказать, получить этот свой объект. И в чем опасность, что сталкеринг, он, знаете, хорошее, есть такое кино, называется Perfect Blue, это где очень хорошо демонстрируется как раз-таки такое поведение со стороны мужчины в отношении женщины, которая там была актрисой, до чего это, в принципе, все может дойти и довести, потому что у человека отсутствует грань понимания и иногда желание обладать переходит все границы таким образом, что он может просто уничтожить, да, то есть его потребность это в уничтожении своей жертвы, в обладании ею, то есть никакого, так сказать, нет понимания там, если мы говорим про отношения равного партнерства, да, есть только свои личные какие-то потребности. А в этом плане, если сталкеринг как проявление насилия, да, и как проявление абьюзивного поведения, это очень большая, вот, вернемся назад, проблема, это воспитание и каких-то сложившихся факторов, которые повлияли на жизнь. Нет, это то, что не убирает критику, потому что у нас есть определенного рода, да, какие-то состояния, которые, ну, они могут влиять на сознание человека, а здесь мы говорим про то, что человек прекрасно осознает, что происходит, прекрасно понимает, он целенаправленно может доводить свою жертву до какого-то иступления и, ну, вредить ей абсолютно всеми способами, то есть это не, это не бессознательное желание какой-то там любить или это не вот просто потребность во внимание, чтобы обратили, да, то есть это целенаправленно, целенаправленное разрушение человека с своей какой-то личной целью, с личной выгодой. Это большая, в принципе, большая проблема. Почему? Потому что у нас склонность есть винить жертву, да, но жертва никогда не виновата в том, что с ней происходит, она не может брать за это ответственность. Это раз. А второе, если мы говорим про людей абьюзивных, наверное, вы замечали, это вот сейчас повестка номер один. Из всех, всех психологических, да, и каких-то психиатрических состояний у нас были депрессии, неврозы, биполярно-эффективные расстройства и нарциссически абьюзивные психопатичные социопаты. Вот это вторая половина, о которой сейчас стараются очень много говорить. И вы, наверное, сталкивались с литературой или видели такую информацию, что такие люди зачастую, они очень-очень обаятельные, лояльные, доброжелательные, они пытаются расположить к себе. Мало того, наверное, какой маркер бы на всем, всем стоит обратить внимание, да, в последующем на человека, который может стать абьюзером, который будет, может преследовать или насиловать, или что-то делать, они очень быстро идут на сближение. То есть любому, там, здоровому человеку условно необходимо какое-то время, чтобы перейти от, там, знакомства до каких-то серьезных чувств. Здесь это происходит молниеносно, мгновенно. Вот. И человек, он может, так сказать, тут, то есть он нарушает личные границы. Вот многие женщины еще романтизируют, не только женщины, нет, люди романтизируют, да, как такое, сказать, понятие в отношениях, когда вас добиваются. И вот как раз таки, да, добиваться свою жертву, потому что, к сожалению, здесь надо называться именами, это как-то жертвенно-абьюзивные отношения. Это, так сказать, легкая модель того, что может впоследствии случиться, когда человек, он что, он также пытается, то есть сначала вы говорите, ну, предположим, человеку нет для того, чтобы вступить с ним в отношения, а потом говорите ему нет, чтобы из этих отношений выйти. Но он что в первом случае, что в втором случае не воспринимает и не слышит, да. То есть здесь именно говорится про вот такую вот концентрацию на своих собственных чувствах, эмоциях, совершенно безотносительно своей жертвы. Что еще? Поэтому распознать это довольно трудно. Невозможно поначалу определить, что человек, который так доброжелательно и хорошо к вам относился и полностью это демонстрировал, да, в какой-то момент может стать вот настоящим преследователем и насильником. Но вот все-таки стоит делать какие-то себе пометки в поведении, если мы говорим про вот эти категории личностей, которыми мы сталкиваемся, для которых объективное поведение характерно. Это нарциссический компонент, это социопатический компонент, это компонент пограничного расстройства личности и психопатии. Как бы это все дальше называлось психопатией, но, наверное, если разделять их по американской классификации, они немножко разные. Вот у них вот это вот, если вы встречаете человека, который внешне очень обаятельный, такой рискованный в своем поведении, он ничего не боится, он совершает какие-то безумные, поступки, он на нет слышит, что это да, значит, надо просто сильнее поднажать и додавливать, это как раз-таки может быть таким звоночком. Ну, конечно, импульсивность. Для всех этих категорий личности характерна импульсивность. То есть, что происходит? Не удерживается аффект. Помните, мы говорили в самом начале про людей, которые получают травмы головы. У них тоже такой эпилептоидно-оргоноидный компонент. Чем они тоже отличаются и подходят к этой категории? Тем, что у них как бы импульс настроения неудержимый. То есть, обычно человек, он как? У него возникает какая-то потребность, и он этот процесс проходит осознавание, сталкивается с какими-то внешними препятствиями, ну, то есть, в своей голове. И он понимает, что там, если я сейчас ударю этого человека или сделаю ему больно, за этим поставят какие-то последствия, или он самосознательно-моральных каких-то этических вещах, не совершает таких правонарушений, предположим. То есть, здесь человек, он этот импульс удержать, ну, грубо говоря, он его не удерживает. У него возникла мысль нанести какой-то урон, да? Вот это как спичка вспыхивает. Ситуация произошла, но, может быть, даже незначительно. Он мгновенно дает реакцию агрессии. Вот в этом случае тоже стоит очень сильно задуматься, потому что, ну, это всегда, может быть, чревато тем, что человек не просто агрессивно поведет себе, там, скажет какое-то бранное слово, оно и впоследствии может нанести какие-то более серьезные травмы или привести к какому-то более его рискованному поведению. Субтитры создавал DimaTorzok